Ну чё, Камиль, настало время нам с тобой поговорить как мужчина с мужчиной? Да. Угадай, кто? Милан, конечно же ты! Привет, Камиль. Сегодня нам точно нельзя обниматься. Не понял, ты за что-то на меня обиделась? Да нет, просто сегодня в кампус должен приехать твой папа. Да, вам? Да, ему позвонил учитель Макс и нажаловался за мои прогулы. Блин, нам опять с тобой влетит. Тебе-то за что? Да потому что учитель Макс позвонил и моему папе. Пападос! О, звонок! Погнали! Лилу, если ты думаешь, что спортивный зал нужен для того, чтобы залипать в телефоне и ничего не делать, то ты глубоко ошибаешься. Энж, у меня сегодня нет настроения, я не хочу ничего делать. Если ты будешь дальше себя так вести, то скоро тренер Кэти тебя выгонит. Ну и пусть, мне пофиг. Ага, пофиг. Так я и поверила. Да и вообще, мне никакие тренировки не нужны. Я и так прекрасно выгляжу. Даже получит вывод тренера Кэти. Лилу, тебе не кажется, что ты слишком высокого о себе мнения? Нет, не кажется. Это мое место. Я здесь тренируюсь. Тебе что, места мало в таком большом зале? Можешь пойти и потренироваться в уголочке. Ну вот, сейчас опять будут разборки. Послушай сюда, Лилу. Если тебе так нравится в уголочке, вот сама иди туда и тренируйся. Тем более все знают, что ты самая ленивая и неуклюжая. Девочки, не надо ругаться из-за какого-то коврика. Места хватит всем. Что? Я ленивая и неуклюжая. А разве неуклюжий мог делать вот так? Стэф, покажи, как надо. Что ты на это скажешь? Могу и тебя научить. Хотя нет, не буду. Ой, смотрите, доска крутиться умеет. А что, бочки завидно стало? Бочка? Чего? Это ты меня сейчас назвала бочкой? Да, все верно. Молодец. Очень быстро догоняешь. А ты не думаешь, что за свои слова тебя потом придется ответить? Лилу, мы за свои слова всегда отвечаем. Амина, ты чего? Они же сильнее нас. Я своих ЛП никогда не дам в обиду. Так что мы готовы разобраться после школы. Девочки, привет. Привет, друзья. Все, я не хочу больше играть. Девочки, ну давай еще раз уж играем. Да сам с собой играю, я уже устал. Прикиньте, мне сегодня родители сказали, если я не получу ни одного низкого балла, то они мне подарят Sony PlayStation. Прикольно. А вот мои родители отвезут меня на каникулах в Париж, в парк развлечений. А мои родители пообещали мне купить ламбу. Что? Ламбу? Ну да, ламборгини. Чего вы удивляетесь? Слышь, кудрявый, ты чё нам заливаешь? Какая ламба? Тебе даже 18 лет нет, мечтатель. Да, не забывай, ты еще подросток. И за руль можно садиться только с 18 лет. И то, если ты сдашь на права. А кто сказал, что я буду ездить за рулем? У меня будет личный водитель, который будет меня катать на моей ламбе. Понка, ты веришь, что мы балабова? Сам ты балабов. Ну, я даже не знаю, вдруг Дилану реально подарит ламбу. Вот когда подарит, я всем вам докажу, а Понку даже прокачу. Спасибо, Дилан. Эй, а меня прокатишь? Тебя тоже прокачу. О, красава. Бабл, я тебя прокачу, но только не на ламбе, а на своем пендале. На пендале. Дилан, ты чё офигел? Ладно, попроси у меня еще пизду в кафе. Раз такой крутой, сам будешь себе еду покупать. Да ладно, чувак, расслабься. Пошутить, что ли, нельзя? Слушай, Бабл, а ты не хочешь в Париж? Я могу поговорить с родителями и попросить взять тебя с собой. Да нафиг нужен мне этот Париж? Чего я в нем не видел? Лучше буду в Соньку рубиться. Бабл, таких как ты знаешь, как там называют? Я знаю. Ля Пузель. Ой, а ты кто? Ля Мажор. Чего ржуете, лузер? Сам лузер. Смотри вперед, а то опять сломаешь свой Пенни и будешь слезки пускать. Куда хочу, туда и смотрю. Бен, с него пендривайся, а то мы сейчас Дилан у тебя вдвоем ушатаем. Да, Дилан? Бабл, ты что, проблем хочешь? Заткнись, а. Ха, у меня просто времени нет сейчас. Так бы вас удовольствием урыл бы. Ой, испугались. Скотите, что на четырех глазах. На вашем месте я бы не смеялась. Вот именно, Мэнди, ты не смеешься, потому что ты не на нашем месте. И тебе никогда не попасть в нашу команду. А мы знаем, что ты этого очень хочешь. Мэнди, если ты хочешь к нам в команду, то тогда тебе нужно будет исправиться и перестать быть такой злой. Ой, 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 как печально. Меня не хотят брать в команду прогульщиков. Сейчас расплачусь. Вообще-то мы не прогульщицы. Тогда зачем? Учитель Макс вызвал ваших папочек в кампус. Папочек? Девочки, кто-нибудь понимает, о чем она? Так это ты настучала учителю Максу о наших прогул с камеем? Не настучала, а сообщила. Стучат дятлы. А я не дятел, как видите. Мэнди, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Теперь у моей ЛП будут проблемы. А нечего твоей ЛП ходить целый день за ручку с камеем и прогуливать занятия. Мэнди, можно тебя спросить? Ты что, бессмертная? Да. Найс, будешь яйцо? Сырое. Халк, я что, похож на дурака? Сам ешь свое сырое яйцо? Камиль, может ты будешь? Блин, Халк, мне сейчас не до твоих яйц. А зря. Кстати, сырые яйца очень полезны. Я их каждый день ем. И чем же они полезны? Найс, в них очень много белка. И от них мои мышцы становятся все больше и больше. Лучше бы твои мозги становились все больше и больше, а не мышцы. Знаешь, Найс, у меня хотя бы мышцы большие. А у тебя ни того, ни другого. Худой и тупой дрыщ. Так, пацаны, хорош спорить из яиц. Лучше помогите мне. Вы даже себе представить не можете, какие у меня сейчас проблемы. Чувак, тебя что, кто-то обидел? Покажи мне на него пальцами, я его порву. Да, мы порвем его вместе. Найс, смотри сам, не порвись. Дрыщ. Да никто меня не обидел. Учитель Макс вызвал папу Милана в кампус. И теперь мы должны держаться друг от друга подальше. Чувак, это полный кринж. Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Не повезло тебе. А хочешь, я поговорю с Давой, чтобы он отстал от вас? Нет, чувак, не надо ни с кем разговаривать. Ты еще хуже сделаешь. Камиль, так давай я с ним поговорю. Я уверен, мы с ним найдем общий язык. Найс, может ты перестанешь лезть в мужские разговоры? Халк, что ты до меня докопался? Обиделся, что я твое яичко не съел. Так, решено. Я сам поговорю с Давой. И все ему объясню. Надеюсь, он меня поймет. Камиль, на тогда съешь яичко. Оно тебе поможет. Халк, да ты уже достался своими яйцами. Может их уже куда-нибудь засунешь? Куда? Куда-куда. Да, например, в... Найс, не надо. Не горячись. Фу, хоть здесь подростков нет. Учитель Макс, нам нужно срочно поговорить. Дилан, что опять? У меня есть классная бизнес-идея. Мы можем столько денег заработать в кампусе. Дилан, ты вообще в своем уме? Что ты мне предлагаешь? А что такого? Дилан, все, иди отсюда. Мне нужно отдохнуть. Учитель Макс. Дилан, иди отсюда. Бизнес-мэн. 20 тысяч на запясть. 20 тысяч на запясть. Макс, какого фига ты тут делаешь? Кэти, вообще-то у меня сейчас законный перерыв, и я имею полное право отдохнуть от этих подростков. Пока ты тут фигней страдаешь, твои подростки разбили горшок с моим любимым цветком. Кэти, а я тут при чем? Почему ты мне постоянно это предъявляешь? Потому что это твои ученики, и ты за них в ответе. Кэти, не забывай, что и твои в том числе. Ты сама хотела устроиться на работу в кампусе. Вот и пожалуйста. А я думала, что в кампусе так легко работать. А то есть, по-твоему, я должна решать все проблемы одна? Я не знаю. Знаешь что, Макс, если ты не найдешь такого, кто разбил мой любимый горшок, то можешь про меня забыть. Что? Кэти, ты что, готова из какого-то горшка со мной расстаться? Да, ты все правильно понял, учитель Макс. 20 тысяч за пять, 20 тысяч за пять. 20 тысяч за пять. Пэнс, хочешь прикол? О, давай, приколы я люблю. Пэнс, посмотри сюда. Что? Зачем? Да не парься ты посмотри, прикол будет. Ну и что там такое? Блин, пазл. Ты нафига это сделал? Ну что, прикол же. А ты что вообще ржешь? Да потому что смешно. Ага, очень смешно. Приколистый блин. Ну что, пазл? Ты попал. Что? Учитель Макс, а что я сразу-то? Потому что я знаю, что это ты разбил любимый горшок Кэти. Не больше опять в классе в баскетбол играли. Ничего мы не разбивали. Мы вообще только пришли. Ах, так вы еще и опоздали. Пэнс, ты что несешь вообще? Головой соображаешь? Это он опоздал. А я пришел самый первый. О, значит я не ошибся. Раз первый пришел, значит ты и разбил. О, логичный учитель Макс. А я, если что, тоже сегодня опоздал. А ты вообще скажи своим родителям, что я их давно уже в кампусе жду. За что? Пока не знаю, но придумаю. Что, учитель Макс, вы опять поссорились с тренером Кэти? Чего? Пазл, не лезь туда, куда тебя не просят. Да, Пазл, не лезь мне в свое дело. Вот видишь, мы с датсами сидим и молчим. Вот своих друзей лучше учить. Мы красавы. Короче, Пазл, с тебя новый кактус и новый горшок. Пазл, не злите меня. Что это сейчас был за наезд? Пазл, ты реально разбил горшок? Что? Ничего не разбивал я. Да просто учитель Макс видит, что ты лузер, вот и докапывается до тебя. Сами вы лузеры. Бенц, Бенц, хочешь прикол? Посмотри сюда. Ты что, тормоз? Сам смотри. Ну что, Камиль, настало время нам с тобой поговорить, как мужчина с мужчиной? Да. Папа, да он не виноват. А кто виноват? Может, Баба был виноват? Я-то что? Я не виноват. Клянусь делом. Папа, ну это я виновата. Я сама с Камилем прогуливала уроки. Милан, ну зачем? Потому что мы... Ребят, а Камиль в этом классе учится? Давай. Назим. Папа? Назим. Ха-ха-ха. Чувак, ты что здесь делаешь? Только не говори, что тебя опять оставляют на второй год. Папа, да не, я просто к дочке пришел. Папа, ты был двоечником? Да не, это... это... нет. Блин, чувак, сто лет тебя не видел. Как у тебя дела? Он так и не вырос. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok